Это «Давича» и мы продолжаем. Депутаты Госдумы предлагают обязать застройщиков строить в новых микрорайонах всю необходимую социальную инфраструктуру, то есть школы, садики и поликлиники. Обсудим инициативу с экспертом в сфере недвижимости. У нас в гостях Андрей Матрохин. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Андрей, ну пока что это все инициатива, но тем не менее, как вы считаете, одно дело зарезервировать в проекте место под школу или садик и ждать бюджетных поступлений, что потом построить, а другое дело строить за свой счет. Насколько это реально, как вы считаете, и пойдут ли на это застройщики? Я считаю, что данная инициатива может поставить застройщиков в очень нелегкое положение, прежде всего финансовое. Если застройщик собирается осваивать микрорайон и государство его обяжет строить инфраструктуру, а что такое инфраструктура? Это и дороги, это коммуникации, это различные котельные, дальше школы, детские сады и так далее, спорткомплексы в том числе. Даже прописано, что будки ППС должны быть установлены за счет. Да, да, да. То вы поймите, что все это будет переложено на стоимость квадратного метра, и те застройщики, которые не будут задействованы в этих инфраструктурных проектах, они будут в более выгодном положении перед теми застройщиками, которые будут иметь такие тяжелые обязательства. Это те, кто строит большими микрорайонами, получается? А есть у нас такие застройщики, кто смог бы потянуть это, но не называя названия? Вы знаете, я знал одну ситуацию, когда застраивался один крупный проект, и инфраструктурных затрат было предъявлено застройщику порядка на 300 миллионов рублей больше, чем когда он взял и самостоятельно построил за свой собственный счет кое-какие инфраструктурные объекты. То есть, фактически, ему пришлось бы в случае, если бы он пошел навстречу и сделал те инфраструктурные вложения, которые ему было предложено, то его квартиры были бы неконкурентоспособны на рынок. А можно как-то прописать в законе, что власти гарантируют, что когда будет возведен объект социальный, деньги 100% застройщик получит бюджет? Вообще, для меня вот эта инициатива, она нова, потому что в нашем профессиональном сообществе вообще всегда шла речь о том, что государство, наоборот, стремится взять на себя все эти инфраструктурные затраты. И президент во многом говорил, что прежде чем застройщик должен начать строить дома, уже должны быть готовы практически все инфраструктурные объекты. То есть, все, что сопутствует для того, чтобы быстро возводимые дома имели тех жильцов, которые будут пользоваться этими объектами, объектами инфраструктуры. Но опять же, многие покупатели, когда приходят в компанию, им показывают проект, где есть как будто бы, ну, что-то, очертание школы или садика, да? То есть, они потом, по факту этого не случаются, люди считают себя обманутыми в этом случае. Конечно, да, вы абсолютно правы, это недопустимая ситуация, когда вначале строится жилье, люди обживают, да, и вынуждены ездить по неподготовленным дорогам. Это не только кировская проблема, да, дальше возить детей на другой конец города в детский сад, либо в школу и так далее. То есть, иногда и объекты не подготовлены с точки зрения подведения пассажирского транспорта. То есть, это тоже действительно серьезная вещь. А как можно было бы замотивировать застройщика строить соцобъекты? Допустим, может быть, предоставлять участок земли бесплатно, например? Возможно такое? Ну, вы знаете, бесплатно, наверное, вряд ли, конечно. Может быть, какие-то степени мотивации застройщиков, безусловно, должны быть. И они как раз должны быть прописаны в этом законе. Но лично мое мнение, конечно, прежде всего, это какая-то компенсация серьезная этих затрат. Потому что, ну, вы поймите, это очень серьезные деньги, это очень серьезная ответственность, это очень серьезная обязанность. Еще одна инициатива депутатов запретить точечную, так называемую, застройку в городах. А как вы считаете, это реально в наших условиях? Ну, об этом тоже очень много говорится по поводу точечной застройки. Потому что обычно точечная застройка выбивается из архитектурного облика, того сложившегося архитектурного облика, который существует в том или ином районе. Не секрет, что точечная застройка обычно производится на месте расселенных старых домов. Обычно кругом малоэтажная застройка. Ну, пример, здесь далеко ходить не надо. Здесь по улице Казанской есть такие объекты, да, то есть, где в основном двух-трехэтажная застройка, потом появляется какая-то многоэтажка. Да, возможно, здравая идея в этом есть, но в то же время нельзя запрещать какую-то застройку, которая будет соответствовать тому архитектурному облику того района, в котором эта застройка будет происходить. Ну, и тем более застройщики на этом тоже зарабатывают и живут за счет этого строительства. Зарабатывают, безусловно. Видите, дело в чем, на двух-трехэтажных домах много застройщик не заработает. Тут, скорее всего, какой-то альтруизм, да. То есть, скорее всего, либо какие-то, может быть, дорогостоящие объекты, которые, может быть, так или иначе впишутся и в архитектурный облик, и принесут какую-то хорошую выгоду и доход тому застройщик, который будет это делать. Андрей, спасибо большое, что пришли, ответили на вопросы. Ну, а мы продолжаем. Продолжение следует...